Инфляция в России снижается и уже почти достигла цели Банка России 4%. В то же время, общаясь со своими знакомыми, в повседневной жизни я вижу, что этому мало кто верит. Все считают, что рост цен гораздо выше официальных цифр. Давайте попробуем разобраться, в чем здесь причина. Многие из вас прекрасно помнят тот ценовой шок, который произошел два года назад, когда рубль обвалился вместе с ценами на нефть. Все прекрасно помнят, что это произошло буквально вчера. И в головах сидит это, как тот рост цен, который произошел не два года назад, а вчера. Поэтому мы считаем, что рост цен по-прежнему продолжается теми темпами, которые были в 2015 году, в 2016 году, а не теми темпами, которыми цены растут сейчас. Это первая очень важная причина. Вторая причина тоже психологического свойства. Она связана с тем, что мы в своей жизни смотрим на те цены, на те товары и услуги, которые мы употребляем каждый день или почти каждый день. У кого-то это молоко, сахар, хлеб, у кого-то бензин, у кого-то другие товары. Поэтому, когда цены на эти товары и услуги растут, скажем, на 10%, мы склонны считать, что такими же темпами растут цены на другие товары и услуги, которые мы употребляем. В то же время, в реальности, цены на многие товары и услуги не растут или даже снижаются. Уже в 2016 году цены на свинину снизились на 1%, на фрукты на 4%, на сахар на 6%. Индекс так называемого салата оливье, то есть цены на те товары, которые являются ингредиентами салата оливье, в прошлом году выросли меньше, чем на 2%. На самом деле, в каждой своей потребительской корзине может найти те товары и услуги, цены на которые не меняются или даже снижаются. Скажем, в моей потребительской корзине цена моей стрижки не менялась уже года 2, а цены на чистку штор за последний год даже снизились. Я думаю, вы тоже сможете найти у себя такие товары и услуги, цены на которые не росли. Теперь, что касается Росстата, официального органа, который считает цены и инфляцию в России. Немногие из вас знают, что этот расчет производится более чем по 700 товарам и услугам. Туда входят даже расходы на зарубежные турпоездки. То, что немногие из нас могут себе позволить. Это общепризнанная методика, которая применяется в большинстве стран мира. Поэтому расчетам Росстата можно доверять. У каждого из нас своя потребительская корзина. Кто-то потребляет больше одних товаров и услуг, кто-то других. Поэтому, естественно, у каждого из нас инфляция будет отличаться от той инфляции, о которой сообщает Росстат. Но нужно понимать, что если у кого-то инфляция выше, чем та, которая говорит Росстат, то у кого-то она ниже. Поэтому в среднем мы получаем именно ту инфляцию, о которой говорит Росстат. То есть около 4%. Важно иметь в виду еще и следующее. То, что мы думаем о росте цен, об инфляции, наши инфляционные ожидания могут влиять и на фактический рост цен. Как это происходит? Если наши инфляционные ожидания высоки, мы считаем, что нормально, когда цены постоянно пересматриваются, это дает возможность части производителям действительно очень часто и сильнее повышать цены на свою продукцию, не боясь того, что потребители уйдут к конкурентам. Поэтому низкие инфляционные ожидания – это залог стабилизации цен в экономике. Продолжение следует...